Показал вот этот вот маленький телефончик Qubit King Kong Mini 3 и меня спросили, а можно вот что-то подобное такого же размера, но без всякой вот этой вот защищенности. Можно Qubit Pocket 3, 4,5 дюйма, Helio G85, Android 12, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта накопитель, NFC есть, камера 20 мегапикселей и батарея 3000 мАч. Вот все самое важное я вам сказал, если вас это заинтересовало, можете продолжать просмотр, если нет, например, считайте, что слишком слабенький или 4,5 дюйма не для вас, то вырубайте, это именно для тех, кто любит маленькие телефоны. Покет 3, для начала распаковка, потом обзор. 20 мегапикселей, фронтальная камера 5 мегапикселей, все, что я вам только что озвучил, написано вот здесь вот на задней стороне коробочки. Ссылка на телефон есть в описании, можете перейти, посмотреть и не забывайте, скидки, скидки на 11.11. Вот так вот выглядит телефончик, посмотрите, но на самом деле они очень похожи, но этот закос под защищенный, на самом деле он не водонепроницаемый, он влагозащищенный. То есть во время дождя по ним можно разговаривать, но под водой им пользоваться нельзя. А это просто обычный телефон, знаете, что он мне напоминает на самом деле? Вот я сейчас смотрю на него, верту, напоминает? Вот помните такие телефоны, по-моему, Nokia принадлежал этот бренд, вертушные. Они были дорогие, красивые, симпатичные, с устаревшей начинкой, но супер-супер-супер дорогие. И я знаю, пользовались спросом, и сейчас их до сих пор производят в Китае. Не знаю, кому принадлежит бренд, но факт остается фактом. Есть телефоны, которые покупают только ради внешнего вида. Пожалуйста, не разбирайте, тут так и написано, не разбирается, видите? Дружеские советы, то есть это краткая, очень краткая инструкция по использованию. Так, хорошо, хорошо, неинтересно, быстрый старт. Здесь, конечно же, так как мы уже видели коротенькую надпись на русском языке, здесь, я думаю, тоже она есть, это нам тоже неинтересно. И еще в комплекте USB кабель. Наушники, айфоноподобные наушники, мне такие не нравятся. И зарядное устройство, всего лишь 10 ватт, никакой быстрой зарядки, просто 10 ватт. Лоток для сим-карт есть, а где скрепка? Скрепка, скрепка тоже есть, я просто ее не заметил. Она черненькая, поэтому такая неприметная, хоть и в пакетике валялась. Посмотрим, как здесь устроен слот. Вот, скорее всего, две симки, либо одна симка, одна SD-карта. Нет, нет, нет. Одна симка, вторая симка, никаких SD-карт. Ладно, 64 гигабайта. Накопитель это максимум, что в этом телефоне может быть больше, вы не запихаете. Чуть ниже слота для сим-карта располагается маленькая круглая кнопка включения без сканера отпечатка пальцев. Также сканера отпечатка пальцев нет под экраном, за экраном, слева и сзади его тоже нет. Здесь нет сканера отпечатка пальцев, что очень обидно. Могли бы уж и встроить, я уже привык к этой технологии. Слева качелька регулировки громкости, снизу мультифункциональный Type-C. В него можно вставлять практически все, что угодно. В том числе гарнитуру, которая идет в комплекте. Либо любую другую проводную гарнитуру через переходник USB Type-C, 3,5-мм разъем. Сверху ничего нет, сзади камера на 20 мегапикселей со вспышкой. Спереди камера 5 мегапикселей, датчики, разговорный динамик, громкий динамик. Да, здесь нет отдельного динамика для громкой связи, они его совместили. То есть по этому динамику вы разговариваете, прикладывая телефон к уху и через этот же динамик слушаете музыку и на громкой связи. Есть еще индикатор событий голубенького цвета. Почему я сказал, что похож на Верту? Ну, во-первых, потому что на первый взгляд выглядит дорого, богато. Как мы, видеоблогеры, любим говорить. Во-вторых, потому что вот все такое позолоченное, под кожу сделанное. И в-третьих, потому что V. И именно Верту имели вот эти вот V, V, кнопочки даже V вот такие вот. И здесь именно такой дизайн. Вот эта вот галочка, вот сразу берешь золотой под кожу и V сразу Верту. На вкус и цвет, как говорится, дизайн лично мне не нравится. Но я думаю, многим приглянется, может девушкам, а может тем, кто хочет к себе внимание привлекать дешевым, но таким бросающимся в глаза телефоном. Давайте посмотрим, как этот телефон записывает видео и делает фотки. И основная камера. И передняя умеет снимать Full HD видео 30 кадров в секунду. Но, судя по реакции зрителей, другого канала ДНОВСТВИ, это самые худшие камеры, на которые я снимал в 2022 году. Нет, на самом деле были хуже, но просто я на них не делал видеоролики. На самом деле это так. Давайте еще немножко потестируем. Все тесты говорят, что обе камеры со стабилизатором. Не с оптическим, с электронным, но все-таки со стабилизатором. Ну почему тогда так плохо снялось видео, которое я показывал вам про крыс? Не знаете? Вот я тоже не знаю. Вот это вроде получше, да? Или так же плохо? Если не видели тот видеоролик, перейдите по ссылке в описании и посмотрите. Заодно побольше про Китай узнаете. Если вам, конечно, это интересно. Если нет, сможете увидеть, как снимает камера телефона. Камеры телефона. Макросъемка? Макросъемка, я сказал. Мне очень нравится это дерево. Ну давай, фокусируйся. Макросъемка. Вот. Вот. У меня получилось сфокусироваться на этом цветочке. Ночью мне это дерево очень понравилось, поэтому я пришел днем, чтобы на него посмотреть. Какая красота. И тестирую сразу два телефона. На этом телефоне камера, конечно, на порядок лучше. Но здесь 108 мегапикселей, а там всего лишь 20 мегапикселей. И дело не в разрешении. Точнее, не только в разрешении. Очень красиво, согласитесь? Блестящая булочка с кунжутом, грибы, бекон, котлетка, майонез, скорее всего, сладкий, лист салата. Также блестящая кунжутная булочка, сыр, бекон, бекон, две котлетки, лук. И тоже немножко-немножко салата. Очень красиво выглядит. А Майя с мамой сходила. Не падай так. Или это от восторга, Леносик? Как, красиво? Передняя камера снимает значительно хуже основной. Особенно в видео. А у основной камеры два главных недостатка. Плохая фокусировка и плохая стабилизация. Ну, еще плохая цветопередача. Низкий, постоянно проседающий FPS. И еще куча много недостатков. Много-много, не два. Общая проблема записи видео – это ужасный звук. Сейчас вы слышите звук, записанный микрофоном телефона на диктофон. И мне кажется, он лучше, чем в видеороликах. Там какая-то обработка идет. Если говорить про фото, которые вы сейчас видите на экране, то это лучшее, что мне удалось заснять за два дня. Приходится делать штук 10 кадров, чтобы в фокус попасть. Ну, например, вот неудачная попытка сфотографировать гору. Ну, там такой прикольный туманчик был. Это два лучших кадра. Камера то не может сфокусироваться, то сфокусируется, а тут же фокус теряет. В общем, не получилось сфотографировать именно нормально сфокусированное изображение. Можно ли сделать с помощью этого телефона хоть немного приличные фотографии? Да, можно. Приличные, немного, но очень сложно. Вся проблема в фокусе именно. Цветокоррекцию-то потом можно провести там и кубики на животе нарисовать. Но вот именно, чтобы в фокус попало, с этим сложнее. Камеры. Камеры. Думаю, с камерами все понятно. Возможно, если установить какой-нибудь сторонний софт, то качество улучшится. Но я этим заниматься не буду. Думаю, так же, как и большинство зрителей канала «Гаджетлетний ком». Если кому-то интересно, можете купить и установить. И потом расскажете, появилась ли стабилизация и другие фишки, которые чисто в теории должны здесь работать. Переходим к экрану. Экран 4,5 дюйма, маленький по современным меркам. Разрешение 480 на 1170 точек. Если софтова камеры можно улучшить, то экран никак. Какой есть, такой есть. Разрешение не поднимается. Лично для меня разрешения более чем достаточно. Никаких точек не вижу. Количество точек найдем. Посмотрим чуть-чуть позже. Экран, видите, вытянутый. Это новый тренд. Я недавно в одном из обзоров говорил. Так же, как несколько лет назад стало модным делать вот такие вот округлые края. Сейчас видишь экран с ровными прямоугольниками такими. И думаешь, ой, старенький телефон-то. Этот, видите, выглядит совершенно современно. По железу тоже вполне современный, но нижняя ценовая категория. Helio G85 с двумя ядрами A75 и шестью более слабыми A55. Не дотягивает в Antutu до 200 тысяч, хотя в теории должен, должен вытягивать. Что-то как-то GPU просело, память не очень. Но на самом деле этой производительности достаточно даже для того, чтобы в игры поиграть. Единственное, что мне не понравилось, это скорость работы памяти. Хотелось бы накопителя, накопителя. Хотелось бы раза в три побольше. Тогда бы приложения более комфортно запускались. Все бы, казалось бы, что он работает прям быстрее. Ну, а именно вот этот результат. Ну, нижняя ценовая категория. Процессор 2020 года. Вполне актуальный. Давайте более внимательно посмотрим технические характеристики. Helio G85, о чем я только что говорил. Видеоускоритель Mali G85. Разрешение. Задняя камера памяти оперативной. Четыре, почти четыре гигабайта. Внутренний накопитель 64 гигабайта. Напомню, не расширяется. Процессор. Максимальная частота 2 гигагерца. Дисплей. Смотрим. HDR не поддерживается. Плотность пикселей 284 ппи. 60 герц. Задняя камера 20 мегапикселей. Видео снимает Full HD. Обратите внимание, оптической стабилизации нет. Но стабилизация видео поддерживается. Все тесты говорят, что поддерживается. Передняя камера тоже самая. Стабилизация видео написана. Поддерживается. Как снимает, мы с вами уже обсуждали. Батарея заявлена 3000 мАч. Видите, здесь написано. Время работы под нагрузкой 2 часа 40 минут. Фильмы на 50% яркости можно смотреть 11 часов. Заряжается чуть более 2 часов. Вот все, что я здесь вижу. Android 12. ID сборки. Подключение GPS. Wi-Fi. Bluetooth. NFC тоже есть. Датчики. Датчиков тоже достаточно. Вот такие технические характеристики. Если что-то я не озвучил, вы можете посмотреть. Работает все это под управлением почти чистого Android 12. Глюков вот именно с Android никаких не заметил. Все стабильно работает. Глюки и недостатки. Мультитач 5 касаний. Тесты показывают, что касание срабатывает именно там, где прикасаешься пальцем. Но есть неуловимый глюк. Особенно его можно заметить, когда пытаясь увеличить картинку. Она вот вместо того, чтобы увеличиваться, вдруг раз резко сворачивается. Происходит очень редко. Заснять практически невозможно. Во всяком случае, у меня не получилось вам это зафиксировать. Но осадочек остается. Иногда на краях экрана чуть-чуть не попадает. То есть, нажал вроде здесь, а по тестам видно, что нет, чуть в стороне. Вот такой небольшой глючок. Лично меня он раздражает. Еще одна особенность. Возможно, это особенность именно моего аппарата. Заметил, когда запускал стресс-тест для проверки работы от батареи. Запускаю стресс-тест, а он до конца не доходит. Минут через 10 Антуту просто перезагружается. Ни от перегрева, никаких вообще ошибок не выдает. Просто перезагружается Антуту. И все. Впервые такое вижу. На других телефонах эта же самая версия отлично работает. Я и даже в разработчика заходил. И DuraSpeed посмотрел. Это приложение, которое контролирует другие приложения. На нагрузку, в фоновом режиме их закрывает. Нет, DuraSpeed тоже не ограничивает Антуту. Почему? Не пойму. Ну и главный недостаток, это, конечно, камеры. Еще кто-то может сказать, что здесь же всего лишь один динамик. Это большой-большой недостаток. Я хочу слушать музыку громко. И вообще, наверное, ничего не слышно, когда разговариваешь по телефону. Но нет. Специально с женой несколько раз поговорил. Именно по телефону, по обычной связи. Хотя мы этим никогда не занимаемся. И представляете? И она, и я говорим, что отлично все слышно. Ну и вот так вот работает динамик. То есть он не тихий. Но если вам нужно слушать погромче, то воспользуйтесь либо Bluetooth гарнитурой, либо внешней Bluetooth колоночкой. Поэтому сказать, что один динамик и для громкой связи, и для разговоров по телефону, я не могу сказать, что это недостаток. Для вас, ну, вам решать. Достоинства. Маленький, легкий, достаточно современный. По всем современным, как это сказать, представлениям о телефоне. И даже производительности будет хватать. И дешевый. На данный момент он стоит 100 долларов без одного цента. Продолжение следует.